Второго тура не будет. Стали известны предварительные итоги выборов губернатора Алтайского края. С большим отрывом лидирует временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Томенко. Следом идет кандидат от ЛДПР Владимир Семенов. Далее Людмила Суслова, представляющая партию «Справедливая Россия». И замыкает список Андрей Крылов от партии «Роста». Окончательные итоги досрочных выборов губернатора Алтайского края станут известны в ближайшее время. Сейчас по предварительным результатам больше половины жителей региона, которые пришли на выборы, поставили галочки напротив фамилии Виктора Томенко. Порядка 16% голосов набрал кандидат от ЛДПР Владимир Семенов. Следом за ним первая в истории губернаторских выборов женщина-кандидат Людмила Суслова. Она заручилась поддержкой 14% избирателей. И на полпроцента меньше результат у Андрея Крылова. Это были краевые данные. Что касается Бийска, то у нас политакценты расставлены немного иначе. Как и в целом по региону, первое место занимает Виктор Томенко. А вот Андрей Крылов, который по краю расположился на четвертой строчке, в Бийске стал вторым. Следующий в списке с отрывом 700 голосов Владимир Семенов. А вот рвение Людмилы Сусловой возглавить регион поддержали чуть больше 4,5 тысяч бийчан. Всего треть жителей Алтайского края пришли на выборы губернатора региона. Явку по региону составило 37%. А в Бийске цифра и того меньше. Своим избирательным правом воспользовались лишь около 20% горожан. Надеемся на лучшее. Что у нас будут изменения в городе. Лучшую сторону. В целом по всему Алтайскому краю. Я считаю, что пора уже провести инициативу, потому что, ну просто ситуация очень напряженная. Но если народ просто не выберет и не решит, может произойти непоправимое. Ну если люди заинтересованы в том, чтобы государство наше разжило, то они должны сделать свой выбор, с кем они идут по пути. Не, ну интересно. Мы же вроде как бы за лучшую жизнь, что ли, хорошего человека, если поставят. Вот, то есть выберут, правильно, может быть даже будем обращаться к нему. У нас же много проблем бывает, и бытовых, и все. Выбор каждого человека, он важен для будущего, прежде всего этого же самого человека. Это самое главное. Выбрать именно свое будущее, то, как ты будешь жить дальше. Как для чего? Нам же, наверное, не безразлична жизнь людей, и своя жизнь нам тоже не безразлична. Хочем, чтобы что-то изменилось в лучшую сторону. Активность избирателей в нашем городе оказалась самой низкой в регионе. Многие это связывают с дачными работами. Люди в погожий день отправились копать картофель. Почти все 12 часов члены участковых избирательных комиссий сидели в ожидании голосующих. Отметим, что на выборы пришли порядка 40 тысяч 537 человек. Приобская часть Номкограда оказалась чуть более политически активной. Причем, основная масса избирателей на свои участки начали приходить не утром, как это обычно бывает, а во второй половине дня. В среднем явка по Бейску составила 24,5%. Единый день голосования в Бейске прошел без нарушений. Никаких скандалов и интриг не наблюдалось. Все прошло спокойно. Единый день голосования для Бейча начался ровно в 8 утра. К этому времени в нашем городе открылись 99 избирательных участков. 47 в Приобской части и 52 в Восточной. Воспользоваться своим гражданским правом имели возможность почти 165 тысяч бейчан. В числе первых проголосовавших Сергей Ларейкин. Выборы губернатора высшего должностного лица Алтайского края – это главное политическое событие края. Переоценить важность этого события для края, в частности для города, просто невозможно. Глава Бейска Александр Студеникин исполнил свой гражданский долг в школе номер 3. Градоначальник сделал сразу два выбора. Поставил галочку за кандидатов губернатора и за дороги, которые будут отремонтированы в следующем году. Вы знаете, я уже об этом говорил. В этом году абсолютно не было никаких проблем в плане выбора тех дорог, которые необходимо было отремонтировать. Это центральные улицы, центральные проезды. А вот следующий год – это уже большое количество улиц. И на сегодня мы понимаем, 250 миллионов, которые в целом будут потрачены на ремонт улиц, они, конечно, не закроют весь город. Да, очень много будет отремонтировано, но сейчас жители должны выбрать, а что все-таки мы будем ремонтировать. Я на себя такую ответственность взять не могу. На одних участках бюллетень бросали по старинке в обычную урну, а вот другие были оснащены современными машинами. Электронные урны установили на самых крупных участках. Здравствуйте, бюллетень обработан. Спасибо. Пирожки с капустой и булочки с повидлом были в тренде убийских избирателей. Почти каждый второй голосующий спешил к буфету, где совершал еще один выбор, но уже не политический, а гастрономический. Ну, естественно, мы же не можем целый день печь все это. Ну, как люди в основном утром приходят. К вечеру уже там поменьше людей. Ну, в основном стараемся, чтобы всем все хватило. Сделать свой политический выбор бичане могли в течение 12 часов. Ровно в 20.00 на избирательных участках прозвучал гимн России. Первым делом члены избирательных комиссий погасили неиспользованные бюллетени. Только после этой процедуры начался подсчет голосов. Первые результаты в территориальной избирательной комиссии БИСК начали поступать ближе к 10 часов вечера. Голосовали в БИСКе не только за губернатора и новые дороги. Жители 7-го избирательного округа определяли кандидата в городскую думу. И, как ожидалось, конкуренция была очень серьезной почти до конца. Было неясно, кто именно одержит победу. Вакантное место в думе города БИСК по предварительным данным достанется Дмитрию Тяглову, представителю партии «Единая Россия», директор предприятия «БИСК Энерго Теплотранзит». Он получил наибольшее число голосов избирателей на 7-м округе на 4-х из 8-ми участков. На остальных разрыв между кандидатами был минимальным. Вторым с отрывом в 127 голосов стал Роман Рид. Виктора Панченко поддержали 435 человек. И за Александра Попова проголосовали 390 избирателей. Таким образом, партия «Единая Россия» укрепила свои позиции в думе БИСКа.